Добрый день, коллеги. Я предлагаю поговорить на ту же самую тему, только просмотреть ее несколько в другом ракурсе, посмотреть ее с той стороны, которая видит практикующие хирурги, как они видят неодивантное лечение именно больных раком молочной железы с хердопозитивным статусом. Никаких вопросов о том, что нужно или не нужно это делать, давно уже не существует. Неодивант занял свое место, которое не обсуждается его целесообразности. Исследование B18 одно из первых, которое подтверждает целесообразность неодивантного лечения больных раком молочной железы. И было продемонстрировано, наверное, впервые, что повышается частота так называемых органосохраняющих операций, которые, в принципе, с точки зрения практического врача, наверное, являются одной из целей, у которой стремится хирург. Конечно же, сохранить молочную железу как орган, конечно же, сохранить женственность своих пациентов. И органосохраняющая операция, частота повышения этих органосохраняющих операций является, конечно, крайне важной точкой, которая определяет необходимость данного лечения. Но с точки зрения онкологии как таковой, помимо сокращения объема хирургического вмешательства, очень интересны другие позиции, очень интересна оценка лечебного эффекта ин виво. Если это звучит, может быть, как-то странно, но тем не менее оценка эффекта у нас при неодиванте существует как таковая. У нас есть очаг, который мы можем отследить, правильно мы или неправильно начали лечение и определить тактику лечения в дальнейшем. И, конечно же, очень важный момент – это перевод неоперабельных форм рака молочной железы в условно, может быть, но тем не менее операбельные, что для хирурга и для онколога является крайне важным. Говоря о HER2-позитивном раке, нужно сказать, что это та таргетная группа, которая действительно имеет очень неплохие шансы на ответ на неодивантную терапию, на достижение полного патоморфологического регресса. Потому что именно полный патоморфологический регресс является тем мерилом, который позволяет говорить об эффективности проводимой данной терапии. Именно в группе полных патоморфологических регрессов мы вправе рассчитывать на увеличение общей безрецидивной выживаемости и вправе рассчитывать на то, что наше лечение может привести к избавлению от болезни как таковой, конечно же, если мы применяем все методы и химиотерапевтическое лечение, и таргетная терапия, и хирургическое лечение, и лучевую терапию. Исследование B27, исследование пациентов рака молочной железы, где было продемонстрировано, что в принципе, независимо от того, каких достигнут успехов с точки зрения онкологии, с точки зрения достижения клинического ответа, полного ответа, частота органосохраняющих операций в принципе не сильно изменилась. В группе больных, где был достигнут 25% ответ, полный ответ, выполнено 63% операции. В группе, где достигнуто порядка 14% ответа, опять-таки выполнены те же самые, фактически 61% органосохраняющих операций. То есть, по большому счету, несмотря на те успехи, которые мы имеем при проведении неодевантной терапии, мы можем констатировать, что это никоим образом не сказывается на объеме хирургического вмешательства, который проводится. Чего боятся хирурги? Чего боятся онкологи? Ну и хирурги, в частности, если мы говорим об операции. Мы, конечно же, прежде всего боимся местного рецидива. Мы боимся то, что наше хирургическое вмешательство проведет к местному рецидиву, и мы, в общем-то, все представляем с вами, что местный рецидив – это маркер дальнейшего прогноза заболевания, и, может быть, он даже не сильно повлияет на выживаемость, но рецидив всегда останавливает хирурга в том, чтобы сократить объем операции. Он стремится его расширить, чтобы никто не сказал ему, у этого хирурга случился рецидив. Мы, так или иначе, все равно реагируем на это, и достаточно это значимый показатель. Ну вот на данном слайде представлено большое количество работ, в котором принимало порядка 4000 пациентов. Работы, которые, в принципе, говорят о том, что риски местного рецидива после проведения неодевантной и одевантной химиотерапии не сильно отличаются. Они статистически не имеют каких-то значимых влияний. Более высокие риски после проведения неодевантной химиотерапии также не являются статистически доказанными. То есть самя по себе неодевантная химиотерапия не является фактором риска возникновения местного рецидива. И это очень показательно в работе М.Д. Андерсона, которая проводилась с 1987 по 2005 год, порядка 3000 пациентов. Очень неплохие результаты. И последняя строчка. При мультивариантном анализе нет различий при коррекции по клинической стадии. Уменьшение клинической стадии при неодеванте никоим образом не влияет на частоту возникновения местных рецидивов. Да, безусловно, существуют факторы местного рецидива, к которым мы обязаны с вами обращать внимание. Воза, стадия, степень дифференцировки, гормональный статус. Безусловно, все это очень важно. Но сама по себе неодевантная терапия, это не повод беспокоиться о том, что у вас возникнет риск рецидива. Все остальные факторы очень важны. Мы приводим на неодевант у тех пациентов, которые изначально имеют достаточно агрессивное течение болезни. Но сама по себе терапия никоим образом не влияет на частоту возникновения местного рецидива. Другая сторона медали частоты возникновения местных рецидивов – край резекции. Не оценивая край резекции, вы не можете, собственно, понять, правильно вы сделали операцию или нет. И поэтому столько разговоров о край резекции. Очень большое количество работ, метаанализов проведено, которые, в принципе, анализируют, возможно ли как-то повлиять на частоту местного рецидива в зависимости от края резекции. На сегодняшний день можно точно сказать, что ответ патоморфологов, в котором написано, что у вас негативный край резекции, достаточный для того, чтобы посчитать, что операция сделана радикально. Да, очень большая ответственность лежит на патоморфологах. Только высококвалифицированные патоморфологические лаборатории могут позволить себе оценивать неодювантный эффект после проведенного лечения. Но если уж патоморфолог вам написал чистый край резекции, то он действительно значит чистый. Все наши последующие воздействия, будь то подведение буста, будь то проведение какой-то другой химиотерапии, будь то даже увеличение разреза, никаким образом не повлияют на частоту возникновения местных рецидивов и на те результаты, которые вы получите в конечном итоге. Как же достичь этот самый негативный край? Ведь при проведении неодювантной терапии наша цель – уменьшить опухоль, а в идеале вообще ее убрать. Как сделать так, чтобы хирург был уверен в том, что негативный край он достиг? Ну, прежде всего, с точки зрения хирургии, очень важно понимать, что любой отступ от края опухоли – это увеличение объема удаляемых тканей не в несколько сантиметров, а в разы в отношении объема. Поэтому, отступив на опухоль в 3 сантиметра на 1 сантиметр, вы удаляете объем ткани 65 сантиметров кубических. При опухоли в 5 сантиметров – это уже 180 сантиметров кубических, то есть несравнимые объемы ткани. Поэтому очень важно, конечно же, с нашей точки зрения, это понять как таковой процесс, куда движется опухоль в ходе лечения. Конечно же, мы говорим об успешной стороне процесса, когда опухоль уменьшается. Идеальная ситуация, когда опухоль уменьшается моноцентрично, был большой узел, стал маленький, все хорошо, край резекции заметен, все замечательно, вы, в общем-то, победили. А что делать, когда у нас опухоль становится не одним узлом, а нескольким узлом? Когда из большого одного опухолевого узла размером, допустим, 5 сантиметров у вас появляется 5 маленьких, там от 2 миллиметров до 1. Как маркировать эту опухоль? Как быть уверенным, что вы удаляете в пределах здоровых тканей? С нашей точки зрения, очень важным является, конечно же, маркировка. Маркировка опухоли как такова, и мы считаем, что перед началом лечения необходимо использовать как минимум хотя бы одну маркировку, а лучше две. Нужно делать, по крайней мере, маркировку с помощью татуажа по коже, и тем самым определять границы опухоли до начала лечения, потому что бывают ситуации, когда вы проводите лечение, опухоль проходит, и где тот край резекции, который вам надо удалять как таковой? И вторая маркировка – это маркировка с помощью меток, рентген-контрастных меток, которые также позволяют оценить эффект проводимого лечения, и самое главное – чётко знать размеры, которые были перед началом лечения. Если мы говорим о HER2, о позитивном статусе, это, конечно же, крайне неблагоприятная опухоль. Она очень быстро растёт, она имеет очень плохие прогностические признаки по метастазированию, в том числе, допустим, мы можем говорить о более агрессивном течении опухоли, мы говорим о более высокой пролиферативной активности, мы говорим о том, что это форма опухоли, которая чаще случается при воспалительных, отёчно-воспалительных формах рака молочной железы, которые, ну, действительно, являются наиболее сложными в лечении. Но при этом HER2-позитивная опухоль имеет точку приложения, точку приложения, которая позволяет достичь очень неплохих, а иногда даже лучших результатов, если проведено правильное лечение. Мы можем проводить таргетную терапию, мы можем достигать чаще полных патоморфологических регрессов при проведении соответствующей терапии, нежели в больных, которые не имеют HER2-позитивного статуса, и тем самым можно говорить, что при неблагоприятном течении болезни мы имеем право провести наиболее правильное лечение, которое проведёт к очень неплохим результатам. Этот слайд уже сегодня демонстрировался в Ольгандом, достижение патоморфологического ответа, и, конечно же, на сегодняшний день в исследовании иной сфере было показано, что применение таргетной терапии вместе с химиотерапией приводит к наилучшим результатам, и частота достижения полных патоморфологических ответов при применении пертозума дают очень неплохие результаты. Это касается и первичной опухоли в молочной железе, это касается и в лимфатических узлах. Конечно же, очень важно, чтобы достигались полные ответы не только в первичном очаге, но и в лимфатических узлах. Нельзя говорить о полном патоморфологическом ответе, когда у вас в первичной опухоль пропалый морфолог вам описывает фиброз или отсутствие опухолевых клеток и Миллер-Пейн пятый, но в лимфоузлах находят опухолевые клетки. Это не полный патоморфологический регресс. И проведение таргетной терапии в принципе позволяет достичь очень неплохих результатов в этом показателе. Но самое интересное, что достижение хороших результатов при полных патоморфологических регрессах, я уже говорил, никаким образом не сказывается на частоте выполнения органосохраняющих операций. Хирурги не идут на уменьшение объема хирургического вмешательства. Вот исследованная Альта, допустим, полные патоморфологические регрессы в различных группах абсолютно разные, а частота выполнения органосохраняющих операций абсолютно одинаковая. Очень интересное ретроспективное исследование, может быть, не столь большое, но тем не менее очень показательное. Больные местно распространенным раком молочной железы, безусловно, ХИР-2 позитивные, которым проводится абсолютно стандартная терапия с точки зрения стандартов Европейского общества онкологов и Североамериканского общества онкологов, три курса антрациклинсодержащей терапии с последующим назначением таргетной терапии и препаратов токсанового ряда и выполняется в дальнейшем хирургическое вмешательство. Органсохраняющая операция, органсохраняющая операция с последующей мастектомией, которых на самом деле было не так уж и много из большого количества, в данном случае пять пациентов, ну и, конечно же, мастектомии, которые в данном исследовании были выполнены у 39 пациентов. Выживаемость без местного рецидива с пациентом, который подверился органосохраняющим операциям, никоим образом не отличалась. Мне очень хотелось бы представить вам данные о пациентах, которым была выполнена мастектомия. И вот мастектомии были выполнены по следующим показаниям, которые, в принципе, определялись лечащими врачами. Это наличие микрокальцинатов, наличие остаточной мультифокальности, какие-то воспалительные компоненты, какие-то признаки, которые были описаны на УЗИ, размеры остаточной опухоли клинической, и всего двое пациентки пожелали выполнить мастектомию после проведенного наидевантного лечения. Самое интересное, когда была проведена независимая оценка, то у 12 из 37 пациентов, две пациентки сами захотели, можно было выполнить органно-сохраняющую операцию. Хирурги превысили показания к объему хирургического вмешательства, удалив молочную железу и не выполнив органно-сохраняющую операцию, фактически пытаясь каким-то образом обезопасить, возможно, пациентку от рецидива, а, возможно, себя от рецидива пациентки. Еще очень интересное исследование, исследование также у больных раком молочной железы херпозитивным статусом, где, конечно же, первичным пунктом было достижение полного патоморфологического регресса, но где также оценивалось как дополнительная цель это хирургическая составляющая. Не так часто это делается, но вот одно из исследований, где это делалось. Пациентки, опять-таки, распространенным раком молочной железы, стандартная терапия, хирургическое вмешательство и продолжение терапии. И объем хирургического вмешательства оценивался до начала лечения на этапе скрининга, после проведения анодиевантной терапии и затем в хирургическое вмешательство проводилось соответствующее. Причем оценка объема хирургического вмешательства, конечно же, делалась консилиум с участием нескольких врачей и специалистов. Так вот, до начала терапии органосохраняющая операция могла быть выполнена порядка 42% больных, исходя из той группы врачей, которая проводила оценку. Я вас не призываю как бы давать оценку этим врачам, а посмотреть просто на цифры. Невозможно было выполнить органосохраняющую операцию 58% больных. После выполнения соответствующего лечения мы говорим о том, что число больных, которые подверглись органосохраняющей операции, возрастало фактически в половину. То есть половина тем, кому проводиться оно могло, появлялась шансы сохранить молочную железу. Поэтому делались выводы на самом деле, что на сегодняшний день у больных ИР-2 позитивным статусом возможно достичь частоты уменьшения выполнения мастектомии до 45%. И на сегодняшний день все-таки надо связывать по достижению патоморфологического регресса с возможным сокращением объема хирургического вмешательства. И надо сказать, что при адекватном объеме хирургического вмешательства, которое, конечно же, определяется негативным краем резекции органно-сохраняющей операции безопасный и возможный метод хирургического вмешательства. Что же делать, если, вернее, не что же делать, а что мы обычно делаем? Так вот, можно ли не применять таргетную терапию в неодевантном режиме? Да, в принципе, можно. И это делалось 20 лет назад, и 15 лет назад это делается, и сейчас. Есть только одно но. есть исследования, которые демонстрируют, или, вернее, есть данные, которые опубликованы, которые показывают нам, что эта терапия, ну, скажем так, мягко не совсем правильно. Опять-таки, AMD Anderson Center, исследования по проведению неодевантной терапии у больных ХЕР-2 позитивным статусом, у которых не была проведена таргетная терапия, проводилась только химиотерапия, без таргета. Так вот, группа больных, которые имеют ХЕР-2 позитивный статус, имели наихудшие результаты выживаемости без местного рецидива. Конечно же, такую терапию проводить можно, но нужно ли, вот это уже очень большой вопрос. Поэтому, если говорить о хирургическом крае или о хирургическом видении процесса, нужно определить две, с моей точки зрения, точки отсчета. Если уж мы собрались оперировать больных ХЕР-2 позитивным статусом с местно распространенной формой, то надо провести неодевант с таргетом, и задача хирурга все-таки это достичь чистого хирургического края. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.